Итак, братья и сестры, приветствую вас. Сегодня у нас последний вечер из этой короткой программы. Я считаю, что она короткая, конечно. И, наверное, далеко не на все вопросы мы смогли ответить. Может быть, даже поразмышлять. И сегодня как бы и подведем итог. И я, вы знаете, побывал у вас, так повеседовал с пасторами, понял, что, в общем-то, неспроста я сюда приехал. Потому что вот эта идея, вести 88-го года, она уже как-то метает и в ваших кругах, и понял, что даже в других целях кривого ролла. И брошюры так мне показали, которые могут оказаться у каждого в руках. Что я хочу сказать по этому поводу? Не тратьте время на самый старт. Вот тут есть одна проблема. Люди, которые выучают брошюры, им трудно ответить на вопрос, кто эту брошюру издал, кто перевел с Елены Вайцем близкого. Вот они обычно говорят так, это Елена Вайцем, это Дух Пророчества. Тут под каждым словом можно подписаться. Я вчера беседовал с братом, он мне вообще тетрадка такая, школьная, и там от руки написано, это цитата Елены Вайцем. Где это написано? Поэтому, знаете, будьте осторожны сам издатур. Поэтому я могу порекомендовать вот такие книги. Это вот настольная книга, комментарии, церковь Айстер. Здесь все есть про правильность. Потому что мне кто-то из вас говорил, так у нас не решен еще вопрос в адвентизме. В греховной природе приходил Христос, в греховной природе. Тут все решено. На 130-й странице написано, что никакой греховной природы не было, что действительно Христос был чистым. Так верит наша Церковь. Поэтому, если вам дают какую-то литературу, вы смотрите, чтобы это было издательство «Источник жизни» или «Геральта». Потому что, знаете, люди, которые носят брошюры и говорят, так написано в Духе Пророчества, они не договорят одной вести, что сама Ирина Баев в последние годы жизни очень переживала о том, кто перепечатывал ее труды. Потому что уже в последние годы ее жизни, в 900-е годы уже многие тогда были охочие для того, чтобы из ее цитата делать компиляции, свои комментарии писать. И она писала, что она была в ужасе от этого. И она дала поручение и право. Она написала завещание, что право печатать ее труды и переводить имел только комитет по исследованию трудов и ведомых. То есть она сама доверила только этому комитету. А этот комитет в церкви администра седьмого дня, этот комитет работает через издательство «Ремью Энгера», филиалом которого является «Источник жизни» издательства в Завовском или на Украине «Джироложитель». Поэтому, если бы сестра Вайт, сейчас я вам скажу, у вас кресло и была, может, даже на этом месте, посмотрела бы в них отрезшие брошюры, в которых якобы ссылается на нее, я думаю, она бы пришла в ужас. Поэтому, я думаю, мы все люди грамотные, серьезные. И даже когда мы смотрим телевидение сейчас, то одни и те же события, одни и те же фотографии, но совершенно разные комментарии. Поэтому будьте осторожны. И если вам эту брошюру принесут, то верните ее, пусть читает, если еще не начитался, кто ее начал читать. А у нас есть действительно вот комментарии, адвентийские, и все четко расписано, и там написано, и это сдавали наши богословы, и я бы не набрал на себя смелости. Если человек во Христе действительно, то он будет смиренным и кротким. Потому что я не знаю английского языка в совершенстве, поэтому я не могу перевести «лайт» дословно, у нас, я не знаю, древнееврейского, древнегреческого, но есть братья, вот в этом, например, комментарии, это 12-й том комментарии издает, это целая плеяда богословов наших, которые писали комментарии на различные статьи. Поэтому вот приближивайтесь хороших источников. Потому что вот в последнее время, знаете, есть любители. У нас в одном городе, в одной церкви сестра всю свою пенсию отдавала на самую старую. Ей тоже не понравились кое-какие вещи. Показалось, что ей открылось что-то. Она издавала. Я говорю, сестра, ты пенсию и себя мучаешь. Зачем ты это все делаешь? Она мне все давала, читай, ты прочитай. Я говорю, я этого читать не буду. Ну зачем время тратить? Поэтому еще раз напоминаю, в чем вопрос? Основа вот этой вести Джонса и Вагонера, это даже не ведь Джонса и Вагонера. Это весть, как я говорил, Шорта и Виланда, миссионеров, которые приехали в 50-е годы и якобы стали восстанавливать вот эту весть Нового Света, Джонса и Вагонера. Основа всего, что Христос пришел в нашей падшей греховной природе. И поэтому, потому что они считают, что если бы Христос пришел в не падшей греховной природе, то он вроде бы не может нас и понять. И они говорят, что тогда Христос для нас не может быть примером. То есть если Христос не вошел в глубину моей падшей природы, если он не победил вот эту природу в себе, то как он может меня научить и быть для меня примером. И тут первый вопрос. Глубокая ошибка думать, что Христос пришел спасать нас своим примером. Еще в средние века были отдельные школы в христианстве, которые говорили о том, что для нашего спасения Христос пришел и как бы явил себя как пример. Христос не спасает нас своим примером, Он спасает нас своими заслугами. Я хочу, чтобы мы это поняли. Я никогда не смогу поступать так, как Христос. Вот эти все люди, которые печатают эти заметочки, они почему-то уверены, что они уже без реха, и что они уже могут поступать как Христос, и Христос для них пример. Вы знаете, это старая песня. Я помню, как-то один брат-проповедник рассказывал, что у него тоже была проблема. В церкви появился человек, который говорил, что уже Христос для него пример. Он принял весть 1888 года, и Дух Святой ему уже дает возможность жить без греха, и он уже может жить так, как Христос. Этот брат рассказывает, я разошел в одно место с детьми, у кого-то из детей был день рождения, это было в Америке, там немножко, может, по-другому все, и они решили пойти в кафе, отпраздновать девочке день рождения. И он говорит, когда мы зашли в кафе, я так посмотрел нечаянно в угол, и уже снулся, сразу отвернулся. Потому что брат, который говорил, что он уже безгрешный, и что он принял весть 1888 года, я видел, что он сидит в чужой жене. И он говорит, я понял, что он меня заметил, ему так стало стыдно, они так тихенько вышли. Ну, это отдельная история, потом там, в общем-то, многие вещи уладили, хотя сложно. Поэтому люди, которые утверждают, что не могут поступать, как Христос, это люди, которые, в общем-то, не понимают вообще, что такое правило смотрели. Поэтому я спасаюсь не тем, что я поступаю, как Христос. Я спасаюсь тем, что Христос дали мне свою победу. Не моей победой я спасаюсь. Я спасаюсь только победой Иисуса Христа. А поступали, как и все праведники. И праведники поступали по-разному. Мы изучаем урок субботней школы, сейчас церковь и закон. И мы видим, какие были праведники. Какой был Авраам? Мы с вами рассматриваем, какой был Илья. Иногда он стоял на горе, его сдвинуть с горы не могли никто, даже сотни пророков Валовых. Он сходил с этой горы и осознавал свою слабость. И Бог от него отступал. Потому что Бог желает нам постоянно показывать, насколько мы слабы. И когда я буду утверждать, что я уже всего достиг, что я уже живу без греха, вполне возможно, что Христос от меня может отступить, как это ли, для того, чтобы опять я понял, насколько я слаб. Сам по себе. Поэтому в книге «Желание веков» в странице 25 написано, «Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он». «Осужденный за наши грехи, которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью». У нас без Христа никакой праведности нет. Абсолютно никакой. Ноль. Если мы теряем Христа, мы ноль. Все сразу же выплывает, вся наша природа, все начинает. Поэтому Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его мы исцелились. То есть произошла замена. Святой, праведный Христос с никакой не греховной природой и с греховной природой грешный, бачий человек. Христос не имел права по закону умирать, потому что грех – это возмездие за что? За смерть. А я по закону не имею права жить, потому что за мои грехи, опять же, возмездие смерти. И вот Бог на Голгофе делает обмен. Он берет то, что мою долю, вот эту смерть на себя, которую Он не заслужил, Христос смерти не заслужил, и дает мне жизнь, которую я тоже не заслужил. Поэтому сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни стремились что-то исполнить, чем-то заработать спасение, мы его никогда не заработаем. И это будет очень сильно оскорблять Бога, потому что спасение Бог уже нам заработал. Вот в этом вся суть праведности по вере. Но вот эти люди, знаете, они начинают говорить следующее, что в церкви вы уже все падшие, не идеальные, и поэтому что с вами иметь дело? А вот вы святые, хорошие. Вы знаете, в Писании нигде не написано, что церковь будет состоять из идеальных людей. И второе, что я хотел сказать, мы спасаемся не потому, что мы идеальны. В этом зале, я уверен, никого идеального нету, прежде всего меня. Мы спасаемся только потому, что поверили в слова Бога. Тоже у нас спасательство. Вот смотрите, кто спасся от потопа? Это были идеальные люди? Мы увидели, когда они вышли из потопа, мой выпил, упал, спал, а один из сыновей, по сути, его оскорбил. Но тем не менее, Бог их спас. Абсолютно не идеальных людей. А потому что Бог спасает людей не потому, что они хорошие, а потому что они просто захотели войти в ковчега. Вот почему они спасают. Иногда мы думаем, и нас так пугают, что на небо заберут только идеальных. Вот если, знаете, дьявол как нас платит, если ты не стал идеальным, то уже тебе на небе делать нечего. Давай скорее, еще осталось три часа, потрудись над собой, и так подбери себя. Но в ковчег, но его вошли абсолютно не идеальные люди. Один даже потом получил проклятие. Да? Сын. Хама, Ханаам. Ну, в общем-то, надо было проклинать Хама, но мы читаем, что глава начинается с того, что Бог благословляется на Вене. Поэтому, наверное, не рискнул Хама проклинать, но проклял сына его Ханаам. Точно такие люди. Но тем не менее, Бог их спас. Потому что они вошли в Камчагах. Вот в этом есть загадка праведности по вере. Что оказывается, Бог спасает неидеальных людей только за то, что они вводят в его Камчагах. Только за то, что они верят в то, что Христос умер за них. Поэтому нашей праведности у нас нет. У Христа была своя праведность. Вот почему я не имею права говорить, что у Него была греховная отрыва. Не имею права. Потому что мы читаем Евангелие от Иоанна в 6 главе в 69 тексте. Это перевод Кулакова. Слова Петра. Когда Петр говорит о Христе, следующие слова. Иоанна 6, 69. Дословный перевод. Поверили и познали, что ты святой. Что ты от Бога пришел. То есть Петр Христу сказал, ты святой. То есть смотрите, если бы апостолы сейчас вот тут сидели в этом зале и услышали бы некоторые дискуссии о греховной природе Иисуса Христа, я думаю, они бы очень возмутились. Потому что вперед в свое время это как ты святой, а тут бы услышал рука, ставь полная природа. Падшая непонятно какая. То же самое в Еремии в 13 главе книги Еремии в 23 тексте. Мы читаем, что если у Христа была греховная природа, он бы с ней уже ничего не мог сделать. Потому что почему-то в этих всех теориях есть утверждение, что у Христа была греховная природа, но он ее победил, преодолел. Но тогда для кого написано? Может ли эфиоплянин? Что дальше написано? Перемените кожу свою. И барс пятна свои. Если у Христа греховная природа, он уже эфиоплянин, он уже поменять ничего не может. Это законы и тени. Это все разговоры ни о чем. О том, что Христос, оказывается, победил свою природу. Нет. Греховную природу победить самому собою невозможно никому. Потому что она уже изменить. Может ли барс пятна свои поменять? Так и вы можете ли делать доброе, привыкшим делать злое? Мы с вами также рассматривали в Римлянам седьмую главу, где Павел пишет, что тоже он пишет о своей греховной природе. Он осознает, что в нем живет эта природа. Ему становится страшно. Он говорит, бедный я человек. Кто меня избавит? И Павел пишет, что его избавит Иисус Христос. Но нигде в Писании вы не найдете, чтобы Христос о себе говорил, что он бедный человек, и кто избавит его от всего тела смерти. Нигде таких указаний Христа не было. То есть Христос был не такой, как мы. Вот это очень важно. В чем-то он был такой, как мы. Да, действительно, он принял ослабленную природу. Он уставал, читая на Священном Писании. Он пить хотел. Его жажда мучила. Он алкогол в пустыне когда был. Он... Нужно было ему отдыхать. По сравнению с Адамом, конечно, это была разница. Но у Христа не было тяги к греху. Той тяги, которая есть у нас. И Христос мог сказать, знаете, какие слова? Иоанна 8, 29. Ибо я всегда делаю то, что Отцу угодно. То есть для Христа выполнение воли Отца, это было, как естественно, для греховной природы невозможно так сказать. Павел говорит, я не мог так сказать. Я бедный что? Человек. Я в постоянной борьбе с самим собою. Христос не был в борьбе с самим собою. Он говорит, я всегда делаю то, что Отцу угодно. То есть для Христа это было, как бы, знаете, ну, у Христа были внешние атаки, да. Внутри ему не с чем было бороться. Вот нам утверждают, эти брошюрки носят, что Христос был такой, как я. Вопрос. Точно так же искушался. Но Христос ходил к грешницам. И написано, что грешницы его не искушали. Или вы читаете по-другому? Христос смотрел на деньги. Это его не искушали. Как же можно говорить, что Христос искушался тем же человеком? А где написано, что Христос грешницам не искушался? Потом приходил калец. Он спокойно шел. Но с ними разговаривал, как с друзьями, без всякого даже намека. У него таких потребностей не было. У него были другие потребности. Разорвать связь с Отцом, да. Причина греха не поступки. Мы иногда думаем, что грех – это вот то, это вот то. Нет. Причина греха – это потеря веры в Отца. Потеря веры в Бога. Вот причина. И вот именно за это мы с вами уже не раз говорили. Дьявол и боролся. У дьявола было… Дьявол в пустыне не искушал Христа женщинами. Я там не вижу ни одной женщины. Он не искушал тем, чем искушает нас. Потому что он понимал, что для Христа это не искушает. Это нереально. Он его искушал самым главным – не поверить Отцу. Усомниться в Отце. И поэтому, когда вот Елена Вайт пишет «Желание веков», что дьявол явился в пустыне, ко Христу… Знаете, кто читал «Желание веков», помнит вот это место. Ну, там интересно. Как дьявол… Знаете, это дополнение хорошее в Библии, потому что в Библии вот эти нюансы не видны. Что дьявол сейчас подошел ко Христу, видя светоносного ангела. И если кто читал «Желание веков», помните, какой дьявол в пустыне и желание веков задал Христу вопрос? Это интересно, да? Но то, если децент Божий погибли, вот «Желание веков» там еще есть дополнение. Что он у него спросил? Елена Вайт пишет, что «ко Христу, который сидел изможденный, представляете, в пустыне, в этой, в жару, в пыль, и написано, что дьявол уже пока в конце подошел, уже этого поста всего. И дьявол подошел, как светоносный ангел, он у Христа… Знаете, что он у него спросил? Прочитайте же Владимир. Он сказал, я слышал, ангел упал с неба. И посмотрел на кого? На Христа. То есть намекнул, не ты ли тот, который с неба упал? Как вы думаете, искушение? Но Христос сидит в пустыне, голодный. И действительно, вот пойми, что с ним у меня. Уже он действительно падший яркий. Вот дьявол намекнул, может, и есть падший яркий. А я светящийся. Пришел тебе вопрос задать с неба. А если это не так, давай проверим. Вот сделай камни с хлебами. Убеди меня, что ты не падший яркий. Искушение? Ну как нет? Но если бы к вам кто пришел и сказал, вот докажи, вот сделай это и докажи. И вопросы все с ним. Но Христос говорит, да я так не действую. Я только снова Божий живу. Поэтому Христу самому нужно было уверовать, что Он Сын Божий. Понимаете, в чем была загадка, искушение дьявол? Вы думаете, что Христос так вот с самого начала верил, что Он Сын Божий? Когда верил, а когда надо было с неба сказать. Если бы Христос вообще верил, вопрос, а чему лично Христу? Бог говорит, ты, Сыной, в тебе что? Оказывается, Христу надо было, чтобы Иоанн Хреститель указал на Него. Это Христу надо было, не только апостолу. Христу нужно было поддерживать. Потому что Он ходит как человек, немощи свои чувствует, видит, как все непросто. И тут надо всегда убедить, что ты пришел спасать этот мир. Как убедить? А может, не тот? Если сам Иоанн Хреститель, твой лучший ученик, и тот говорит, тот ли или ждать там другого? А может, и не тот? Мать иногда сомневается. В принципе, Мать то Христу и рассказала, наверное, о Его рождении. Кто же Ему еще рассказал? Мать, наверное, в детстве, Елена Майта об этом вижу. Рассказала, что Он был рожден чудесным образом, что Он особенный, вот это, вот это. Но и тут же Христос видит, что Мать сама и сомневается. Были же такие моменты, когда она сама сомневалась. И вот, что должно было происходить в голове Христа? Вот говори тебе, я Сын Божий, я Сын Божий, я Сын Божий. Поэтому Бог поддерживает самого Христа. Когда проходит крещение, Иоанн Креститель говорит, свидетельствует, и Сын Божий с неба, Сын Божий еще и в голову забудет. Для чего? Чтобы веру Христа поддержать. Если мы думаем, что у Христа так было легко, все и так все ясно, то тогда чего? Евсима нет там лежать, и кровь идет из-за списков, если так все ясно, если так все просто. А иногда для того, чтобы уверовать, что ты правильно идешь, когда он так на траву это упасть, и тут у тебя сосуды лопаются. Только для того, чтобы уверовать, что ты идешь правильно, что ты никакую-то ошибку совершаешь. Потому что вокруг тебя, все говорят, у тебя ошибка, и апостолы разбежались. И все говорят, это ошибка, какой ты сын Божий? Да ты из Галилеи пришел, ты сын плотника. Пришел тут о себе сын Божий. Понимаете, все время дьявол вот эти разыгрывал сцены, чтобы поколебать веру Христа. Поэтому искушения Христа были не женщинами, как у нас там, или парнями, или там деньгами, ну, так если честно, каждый знает, о чем речь. Это было для Христа не искушение. Для Христа было искушение, а тот ли он зашел, он взялся вообще. Или, может, это выдуха, в которую никто не верит вокруг, даже апостола не верит. Может, на что это махну другой, и как-то начать другую жизнь. Мы с вами читали из желания веков, цитата, где написано, что Христос за могилой ничего не видел вообще. Ничего, никаких проплесков. И каким-то образом надо было верить, что за этой могилой что-то случится. Поэтому дьявол его искушал так, что нам не снилось. И для Христа еще что было. Я понимаю, вы представляете, жить 24 часа в сутки в смысле о том, что если ты хоть на секунду расслабьешься, ты уже проиграл. Мы бы выдержали такую жизнь. Христос понимал, Христос понимал, что если он расслабится хоть на секунду, он же дьявола видел постоянно. Дьявол же какого-то лета. Дьявол его сразу искусил. И вот так прожить немножко больше 30 лет постоянно вот в этом понимании, что тебе вообще нельзя ошибиться. Ни в чем. Поэтому в письме восьмом по поводу греховной природы мы читаем, Иисус Христос был единственным в своем роде Сыном Божьем. Поэтому нельзя говорить, что Христос во всем такой, как вы. Нету такого. Да, мы тоже сыновья Божьи называемся. Вопроса нет. И вы сыны Божьи, как вы. Но написано, что он был в своем роде единственный Сыном Божьем. Почему он и назван единородным? Иисус Христос был единственным в своем роде Сыном Божьем. Он принял на Себя человеческое естество и был искушен во всем, как искушается человеческое естество. Он мог бы согрешить, мог пасть, но никогда, ни на одно мгновение у него не было никакой склонности к зубу. Почему я говорю? Христос 24 часа проживал так, что ни мгновение нельзя было прозевать. Если бы Христос в мгновение расслабился, его бы дьявол уже искусил и поработил. И тогда была бы катастрофа. Дьявол бы и Христа записал свое сердце, как побежденного. Тогда бы я не знаю, как бы все это эта история решалась. Мне не дано этого. Никогда никоим образом не оставляйте малейшего впечатления в разуме людей, что какая-либо черта или склонность к испорченности может находиться во Христе. Это пишет Вайл. Никакой, даже малой склонности к испорченности не может быть во Христе. Или что он каким-либо образом был подвержен в рюм. Он никогда не откликнулся на разнообразные искушения сатаны. Ни разу Христос не ступил на его территорию. Поэтому сам Богомер, да, мы должны понимать, что это люди, через которых когда-то Бог послал весть. Это была не новая весть. Мы знаем, что есть праведность и поверье ей ровно шесть тысяч лет. Начиная с Адамом уже идет весть праведности по вере. Потому что праведный верою что? Все праведники жили только верой. Поэтому говорить, что тут какое-то было изобретение, нет. Вот в свое время для адвентизма это была весть. Потому что мы с вами рассматривали в контексте историческом и когда адвентисты открыли субботу, закон, это действительно было очень важно. Они настолько были поражены, что все христиане этого не чтят, а это так важно, что они за это дело серьезный клин в это дело пошел. И надо было уже адвентистов выравнивать этот клин. Клин был серьезный. Сестре Вальдрас прислали иллюстрацию ее книги. По-моему, книга «Путь к Христу». Не помню, но какая-то книга. И на этой иллюстрации в центре всего были скрижали. Она сказала, я эту иллюстрацию не хочу. Она попросила, в центре сделайте крест и крестов. Вот кого надо было спасать. То есть у Джонса и Магонера не было ничего нового света христианства. Ничего. Просто для адвентистов в один момент скрижали, стали выше креста и всего остального. И чтобы сбалансировать вот это все, Бог призвал Джонса и Магонера. Но сказать, что они были идеальными, как некоторые выражаются, что чуть ли на них не надо молиться, но это была глуполкашинка. Я вот сейчас приведу вам даже цитату самого Божия Магонера, который утверждает, что Христос победил на игре в риховной природе, как и мы. Посмотрите, как пишет Магонер. Это 21 января 1889 года, знамение времени. Его человеческая природа лишь покрывала его божественную природу. Уже Магонер намекает на то, что Христос не такой, как я. Хотя все вестники 1888 года говорят, Христос принял такой же природы, как и мы, такой же, как и мы. Но сам Магонер говорит, так его человеческая природа покрывала какую? Божественную. А у меня, что божественной нету. Как же можно говорить, что Христос такой, как я? То есть, самому Магонеру разобраться, я бы задал эти вопросы. Его человеческая природа лишь покрывала его божественную природу, которая была более чем способна с успехом противостоять греховным желаниям плоти. А, так это божественная природа противостояла греховным желаниям плоти. А у меня божественной природы нету, то получается тупик. И еще больше эта цитата Христа отдаляет от меня. У него была божественная природа, которая побеждала его греховную, а у меня одна только греховная, и мне говорят, что он такой, как я. И так же победил. то сам Вагонер немножко не дурбишь. Борьба происходила в течение всей его жизни. Плоть, побуждаемая врагом всякой праведности, склоняла его ко греху. А мы только что читали цитаты Сестры Ваеч, что у него не было склонности ко греху, внутренней из плоти не было. Но написано, плоть, побуждаемая врагом всякой праведности, склоняла его ко греху. Однако его божественная природа никогда ни на одно мгновение не таила в себе злого намерения. Ни на одно мгновение его божественная сила не поколебалась. Он возвратился к престолу Отца таким же непорочным, каким он был, оставляя небесное дворце слава. И в загадках сам Вагонер пишет, да, у него греховная природа, но у него божественная была, которая это подавляла. А у меня ничего нету, а что меня будет подавлять. Получается тупик, если мою, что Христос был такой, как мы. И ради этого охраним целую пирамиду, чтобы доказать, что у него была греховная природа. Ничего мы не докажем. Это еще больше отдаляет Христа от меня. Потому что у меня божественной природы никакой нету, и в чем я буду подавлять. Поэтому наша праведность это не тот вопрос, в какой наша природа. Наша праведность в том, что Бог не по нашим заслугам просто объявляет нас прав. Только из-за того, что Христос за это заплатил. Вот Христос заплатил своей чистой природой смертью только за то, чтобы Бог меня называл праведником. Меня нарушителя субботы, нарушителя закона, нужно честно признать. Если кто-то сейчас скажет в зале, что идеально субботу соблюдает, идеально десятину отдает, то пусть первый бросает в меня камень. Мы не можем идеально закон исполнить. Не можем, потому что нас разум помрачено грехом. Вот наша мы не знаем где правильно и где неправильно. Вот что вопрос. Поэтому люди говорят я могу жить без греха, так что мозг поменялся. Нет, мы даже в совете собираемся церковным и то не знаем как решить простую ситуацию. Газнить нельзя, не знаем где запятую поставить. Вот что произошло. Поэтому с этой головой выполнить идеальный закон это тупик. Поэтому Христос выполнил закон со своей головой и теперь мне это дарит. Это великий дар. Поэтому в книге Захарии мы читаем чудесным образом написано чем мы спасаемся только Христом. Больше ничем мы спастись не можем никакими заслугами. Даже апостол Павел который пишет что я закону был обучен еще с детства он пишет я бедный человек. Потому что смотрите для человека без Христа опасно знать закон ваш вы никогда не говорили что язычнику опасно говорить о вашем законе потому что Павел пишет как только я узнал закон во мне жил кто представляете мы закон 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 не так то надо быть осторожными и надо думать а вот человек готов это уместить или мы его сейчас добьем окончательно он и так сидит там понимая что он и алкоголик и то ему и так от себя и он думает о чем вообще речь иначе сгоришь вот такое евангель наверное звучит а Бог говорит вы сначала начинаете со Христа а потом уже к закону приходить наоборот не бывает потому что закон указывает только на то что человек горешный больше еще так а если он и так сидит там бедный мучается да мы еще добавим что он горешный то какой способ а мы иногда стремимся всем про субботу рассказать про воскресенье про все а люди Христа не знают если Христа не знают так эти знания им абсолютно ничего не дадут поэтому Бог их говорил язычнику можем удовременно отдать помните ты не ешь а ему это он еще далек он хоть поест порадуется в жизни ему ничего не случится в его понимании все нормально пройдет так же написано писать поэтому в книге Захарии открывается спасение как и показала мне Иисуса великого Иерии стоящего пред ангелом Господним и сатану стоящего по правую руку его чтобы противодействовать ему смотрите у сатаны всегда против каждого из нас есть что сказать всегда и сказал Господь сатане Господь да запретит тебе сатана да запретит тебе Господь избравший Иерусалим не головня лимон исторгнута из огня Иисус жагет был запят на одежде и стал предател то есть привели человека до мазака с чей грешки ни одного чистого места ни одного и здесь у этого человека даже ничего не спрашивают диалог ведется между ангелом Господним и сатаной сатана говорит да грязный надо с ним что-то сделать а Бог говорит запрещаю тебе который Иисус же одет в запятанной одежде и стоял предангелом который отвечал и сказал стоявшим передедак снимите с него запятанная одежда а ему самому сказал смотри я снял с тебя вину твою и увлекаю тебя в одежде торжественной сам посетит и тачей ни на грамм не стал чище ему чистую одежду дал Бог и мы знаем то же самое в притче о блудном сыне где сын приходит вымазанный грязный запах видно свиной этот от него и отец ему никаких вопросов не задавал главное что сын пришел отец принесите ему чистую одежду дайте ему перстень царский вот в чем сила праведности от веры я могу сказать я видел многих верующих людей которые соблюдают субботу которые мучаются в том что они не верят в свое спасение вот это страшно потому что они каждый день считают свои ошибки грехи они мученики его спрашивают ты веришь в свое спасение он с ужасом вот это страшно а оказывается бог говорит да я на тебя уже давно одежду надел что ж ты в это не веришь что ж ты все считаешь своя веришь поэтому за нас заплачено за всех вот что такое справедливость от веры вот что такое христианство это вера в то что за мы все заплачены все это знаете как сейчас госпром российский говорит нашему этому украинскому автогазу вот если вы не можете вот мы откроем газ если вы долг заплатите если вы не можете пусть за вас кто-то заплатит вот пусть ЕС заплатит за вас заплатить долг без проблем открываем кран нам даже не так важно вас денег нет вот пусть они заплатят поэтому дьявол когда приходит и говорит я хочу вот этого человека он мой Христу дает нет я за него заплатил руки тебе показать он мой он мой и вот когда я под водительством Духа Святого осознаю свое состояние сокрушаюсь в своем состоянии это не значит что я тебе хожу Бог за меня заплатил я радуюсь хожу о ура я грешник Бог за меня заплатил нет наоборот мое состояние становится неистерпимым я хочу от него избавиться и тогда я как апостол Павел говорю бедный я человек помоги мне Господь и спасение оно легкое по сути своей спастись я вам скажу очень легко потому что для спасения только одно нужно сказать Господи я самый последний грешник спаси меня очень хорошо вот это проиллюстрировано внимание к Матфею 14 главе когда Петр хочет идти по воде и вот в 9 тексте Христос говорит он же сказал иди и вышед из лодки Петр пошел по воде чтобы подойти к Иисусу но видя сильный ветер испугался и начал утопать закричал Господи спаси меня и Иисус тотчас простер руку поддержал его и говорит ему маловерно и зачем этого закричать то есть для спасения нужно только одно прокричать Господи спаси меня я последний грешник спаси все я вспоминаю один человек рассказывал свой случай он был наркоманом и уже до того-то наркоманил что он хотел покончившись самоубийством и вот он дома нашел уголок такой укромный взял бритву но как-то вот Бог конечно Бог боролся за него и у него такая мысль ну помолись хоть в последний раз и вот он молится говорит Господи я же ничего со мной не могу делать я сейчас опять это уколю себе и умор такую тоже набрал что ну не может уже семья развалилась работы нет ну куда сплошные наркотики и все таки он потому что там мать была верующая мама молилась и вот благодаря этой молитве у него такая мысль все таки помолись он молится Господи ну сделай что-нибудь со мной и потом его рассказ так он говорит я так и не понял но говорит похоже что сразу заснул потому что больше ничего не помню помню только утром просыпаюсь и даже не могу понять где я просыпаюсь в холодном каком-то углу на полу и он говорит почему я не могу понять где я просыпаюсь потому что я когда просыпался у меня первая мысль это уколаться а то я просыпаюсь и нет желания уколаться я говорю даже не понял что со мной происходит и вот так начал на себе спасение спастись просто иногда он говорит ты не готов к царству небес ты еще вот то не сделал вот то не сделал я вот специалист я вот идул стоит и говорит что он готов этот Иисус для себя да куда он там готов а Христос говорит я с него снимаю нечто это мое дело готовы или не готовы поэтому спастись легко гораздо сложнее удержать спасение гораздо сложнее спасение удержать сколько раз мы все видели как люди тысячами принимали крещение да получали спасение я думаю кровавые тоже были программы да и они искренне получали спасение я видел людей которые до воды идут такие потом пастор с ними бесед ну что вы такие вы все живо новая жизнь пожароните все орехи смотрю человек оживает дух святого работает даже помню фотографию одного человека он из воды выходит до этого что он такой побитый потому что там жизнь тоже такая из воды выходит даже глаза рассияют как прожектора то есть искренне люди обретали спасение но потом смотришь через два месяца чеканима потому что спасение тяжело удержать потому что мы как адвентисты не верим в одно мы верим как все христиане что спастись легко но христиане говорят спасенные однажды что спасенные нас всегда мы верим то что спасение удержать тяжело потому что спасение нужно свое возобновлять каждый день каждое утро нужно возобновлять вот эту связь со Христом это как мужа с женой или там у жены с мужем или как у мамы с детьми нужно каждый раз восстанавливать отношения не может же такого быть что я вчера с детьми был ура хороший папа повел их в парк мороженое купил а сегодня я и знак вас не хочу ну что мне идти скажут поэтому спасение его нужно обновлять каждый день вчера если я был спасен это не значит что сегодня должен обновить вот эти отношения поэтому оправдание нужно сохранять каждый день это есть освящение освящение это по простому это сохранение оправдания каждый день вот это есть знаете у нас два этапа оправдание это один раз все Господи спаси и Христос говорит все получил уже белую одежду а теперь я должен это оправдание каждый день подтверждать и для этого опять же вот нужно каждый день возвращаться к чему к слову какая сегодня глава была спасение я сейчас хотел чтобы народ ответил я знаю что ты священ каждый день я для спасения своего чтобы его сохранить должен открывать Священное Писание потому что Священное Писание это есть по сути Христос да потому что вначале было слово вот это слово это и есть Христос поэтому чтобы общаться с Христом каждый день который на небе я вот общаюсь через его книгу через его Священное Писание это знаете как если мой родственник там далеко но он мне письмо прислал я письмо читаю я как бы общаюсь с родственником да то есть я должен общаться с Христом и слово каждый день возобновляете это отношение я должен общаться в молитве мы с вами говорили вот в молитве веры я должен общаться со Христом я должен общаться в опытах веры Я должен общаться в обстоятельствах, то есть наблюдать, как Господь меня ведет, видеть Его руку, в очищении сердца в покаянии. Вот если Бог меня сегодня, допустим, открывает мне какие-то новые мои ошибки, я должен не раскаиваться, чтобы Бог обрезал это все. В делах веры я должен общаться, потому что делами движется вера, вера движет дела, делами движется вера. Я должен в церкви быть, потому что в церкви есть то тело, живое, живое тело, которое я могу только жить. Павел пишет, если ты вне церкви, то ты член просто. Коринфянам Павел пишет в 12 главе, но если ты в церкви, то взаимоскрепляющими связями от тебя Бог, но ты спасаешь церкви. То есть я все это тоже делаю для своего спасения. Бог меня не спасет, если я буду лежать на лежанке. Даже в первый момент нужно что-то сделать, нужно на крещение пройти, нужно заполнить. Так просто не бывает спасения. То есть хочешь спасти, напиши исповедание веры, пройди курсы, подпишись там, и хотя бы пройди на крещение. То есть много дел тоже нужно делать, чтобы спасти даже в первый этап. И кстати, и на это не у всех хватает другого. Бывает, евангелист делает призыв, встает в ногу, а потом смотришь, а на речке уже в следующий день далеко не столько. Вот тут борьба идет. И так каждый день я должен обновлять свое спасение. Слово, молитва, следить о том, как Бог ведет меня в обстоятельствах, видеть его руку, опыт веры иметь. То есть мы говорили, через молитву вера включается. Мы с вами говорили, как важно молиться и верить. Вот молитва и вера, мы с вами обратили внимание, что молитва это один из сильнейших механизмов веры. То есть когда я молюсь, я должен представлять, что то, что я прошу, оно сбывается. Потому что вера есть уверенность в невидимом, осуществление ожидания. Я помню такой опыт интересный, когда человек молится, действительно сверху. Одного молодого пастора, он только закончил семинарию, и его послали в такую глухую местность. Ну еще тогда, это сейчас, знаете, мобилки везде. А это было, ну может, ну прилично лет, что тогда не мобилок, ничего не было. И его послали где-то церковь там организовать. Ну как-то работу Ивановскую проводить. И вот он приехал, и видит, что непростая местность, особенно никто к нему не откликается. И он интересно, ну он так помолился, сказал, Господи, я верю, что ты меня сюда привел, что и церковь уже есть. Вера жили, верь расчем, он сказал. Не видит. И он каждый день начал ставить по стулу. Он снимал комнату, и стул ставит, и молится возле этого стула, и говорит, это сидит тут уже спасенная душа. Ее еще нет, но она уже тут есть. И через неделю ему звонит его старший пастор, говорит, ну как там у тебя дела? Он говорит, так как, у меня уже семь человек есть. О, он говорит, молодец, точно, а можно приехать на них посмотреть? Он говорит, да нет, я тут на семь стульев поставил. А тот пастор говорит, да что, чуть лише. Чтоб через месяц была церковь, я тебе деньги плачу, послал, а ты смеешься, где стул? Он говорит, я верю, что Бог на эти стулья людей поставит. А тот говорит, ну смотри, чтоб в одиночестве там не закончилось ничего. Но самое интересное, что через полгода у него был 31 человек. Понимаете, что такое это? Говорит, это не просто разобрать. А я ставлю стул, говорю, господи, вот стул пустой. Но ты сказал, уверенность чего? Ты меня сюда поставил, наверное, в стуле посоли сюда. Вот это нет. Я помню, один проповедник рассказывал историю. Он говорит, собралась молодежь. На молитвенное обвинение ночью. И вот молятся, и тут приходит сестра одна, в таких чувствах, расстроенных. Ее же спрашивают, что за проблема? Она говорит, ну вы знаете, какая у меня проблема? У меня же сын наркоман. Денег у него нету. И он оделся женщиной и пошел ночью на панели. Да, серьезно. Такая проблема. И говорит, мне сказали, что молодежи молятся, помолитесь. И этот пастор, говорит, интересно, стали молиться. И вот один молодой человек встает. Он говорит, у него была такая молитва, что он меня даже немножко покровал. Он говорит, господи, ты видишь эту сестру, ты видишь ее беду, ты видишь ее сына. Ты сказал, что ты будешь бороться за сыновей. Я прошу тебя, чтобы ее сын был здесь. Пастор говорит, меня же самого так. А ничего себе. Но самое интересное, через час сын приходит. Эта женщина, как крик, она спрашивает, как ты здесь оказался. А он говорит, а час тому назад у меня такое непредонимое желание появилось. Мать увидит, что я даже не мог на месте спокойствия. Как колокола. Мать, единый день. Я, говорит, пошел домой, тебя нету. Прихожу к соседке. Соседка говорит, ну там ваши верующие, похоже, собрались ночью. А там был небольшой поселочек, может там, наверное, подарить или пришел. Друзья мои, молитвы тоже бывают разные. Можно молиться так, что никто не придет, а можно так молиться, что его придет. Поэтому пусть Господь бласловит, чтобы наша вера росла в молитве, в слове, в опыте, в очищении сердца, в делах веры, в церкви. Надо дорожить церковь, друзья мои. Многие говорят, да церковь мне нужна эта организация, мы уже все знаем, мы уже пальцы перечитали, мы уже выше вас пошли. Самое опасное подумать, что я выше кого-то. Мы с этого начинали первую проповедь, когда я говорю. Самое опасное подумать, что я лучше кого-то играю на пене. Самое опасное подумать, что я лучше кого-то пою. Как только это появляется, это уже не божественная мысль, это уже мысли дьявольские. Поэтому, как я могу без церкви? Кто я такой? Как я могу без вас? У вас у каждого свой дар. Я у каждого могу чему-то научиться. Как без церкви жить? Поэтому, если кто-то придет и скажет, там можешь прожить без церкви, это уже паршая организация. Мы пойдем создадим другую. Братья и сестры, молитесь. Помните, что тело Христово – это не одиночки. Тело Христово – это церковь Иисуса Христа. И несмотря на то, что время у нас тяжелое, трудное, Христос сказал, брата ада, церковь что? Не одолеет. Да, будет борьба. Дьявол будет пытаться, но не одолеет. И пусть Господь нас благословит. Я благодарю вам, что приняли, что приходили, что слушали. И я слушал Господа. Это и для меня было многое тут открылось. В заключение я хочу только сказать о нем. Бог не спасает идиарх. Если вам кто-то придет и скажет, а куда они летом ожидать Христа? Да еще вот то, вот то. Вспомните Моя. Вспомните его сына Хама. Это были не… Вспомните Авраама. И Бог не сказал, что мы должны стать идеальными. Да, написано, что мой был праведен. Но в чем? Вроде свое. Но а род там какой был? Ну, уже сам Бог говорит. На этот род посмотреть, то это явно не кривой. Ну, вроде в этом, да. А он лучше этого рода. Но мы видим, что все равно проблемы были. Но Бог не сказал, что хам твой идеальный. Бог говорит, кто войдет в Камчег? Вот те будут спасены. Ра в блуднице. Сказано, Иисус Данин говорит, кто вот соберется в твоей комнате, не тронет. Будут спасены. Лоту. Говорит Бог. Кто соберется вот здесь, ангелы говорят, выведем из вас. Не будем спрашивать ни характеристики, ни автобиографии, ничего. Главное собраться здесь. Выведем из города. Друзья мои, мы не идеальны, но мы в церкви Иисуса Христа. И спасены Христом. И нас заплачена великая цена. Вот это и справедливость. Аминь. 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 Продолжение следует...